Я Макс. Все очень просто. Еда light. В одном блюде не больше 500 килокалорий. То, что нужно для активной жизни. Еда, которая делает нашу жизнь легкой. А сейчас я приготовлю два супа. Их, конечно, можно подать и по отдельности. Но сейчас я сделаю это в одной тарелке. Это будет интересней. Это будет суп из кукурузы и из шпината. Значит, шпинат у меня, шпинат у меня был заморожен. Я его предварительно разморозил. Можно, конечно, взять свежий шпинат и его сбланшировать. Ну, вот так проще, так быстрее. Поэтому в таком виде он есть. Я возьму сразу кастрюлю и миску, куда я буду отжимать шпинат от лишней влаги, потому что она не даст равномерно прогреться шпинату, когда я буду его готовить. Поэтому я беру шпинат и вот так вот его отжимаю. Просто рукой удаляю ее из шпината. Вот таким образом. Отложу пока в сторону. Лук. Он участвует и в том, и в другом супе. Я его очищу. Вот так аккуратно. Разделю его ровно на две части. Шелуха мне не понадобится. Все. И нашинкую, нашинкую лук мелким кубиком. В принципе, если он не получится у вас ровный, ничего страшного, все равно суп потом я буду пропускать через блендер. Я буду его пюрировать. Вот. Поэтому лук нам просто нужно быстро обжарить и приготовить. Поэтому форма нарезки мелкий кубик. Можно брать, в принципе, лук-порей, но тут я хочу добиться именно яркого вкуса лукового. Поэтому, поэтому репчатый. Так. Ну что, возьму еще один сотейник. Вот такой. Небольшое количество оливкового масла в каждый. Ковшик. Шпинат отжат. Кукуруза и так уже практически готова. То есть остается только обжарить лук. В принципе, тут ничего сложного нет. Мы есть то, что мы едим. Есть еще кальмар. Отличный кальмар попался. Я просто вот так вот его нарежу на колечки. Вот такие вот. Он очень быстро готовится. Очень такой интересный, полезный продукт. Так. И кальмар я приготовлю не просто так. Я приготовлю его с гречневой лапшой. Она даст сытность этому супу. И, конечно же, пользу. Потому что гречневая лапша сделана из гречневой муки. Не из обычной пшеничной. И она практически не калорийная. Ну, по крайней мере, менее калорийная, чем обычная лапша. Так. Лук отправился в кастрюлю. Его нужно обжарить. Вот так. И кальмар я пока отложу в сторону. Вот обжарился уже лук. Я добавлю шпинат в один сотейник. И туда же я добавлю молоко. Потому что в шпинате есть кислота, которая без жиров, в принципе, не усвоится в организме. Поэтому в шпинат нужно добавлять все-таки немножко каких-то жирненьких ингредиентов. Но тут надо знать меру. Да, я беру молоко с минимальным процентом жирности. Вот так. Оно должно просто впитаться. Так. А сюда я высыплю кукурузу. Все. Достаточно. Теперь убавлю нагрев. Тут важно не потерять витамины. Что продукты уже практически готовы. И долго их нагревать не следует. Перемешаю. Вот так. Все впиталось. Теперь нужно посолить. Кукурузу и шпинат. Замечательно. Так. Все прогрелось. Вливаем в воду. И буквально осталось только довести до кипения. Этого будет достаточно. Вкусно. Красиво. Легко. Дальше я буду заниматься оставшимися ингредиентами. Это сельдерей. Это гречневая лапша. И тут небольшие специи. Чеснок, лимончик. Это все пригодится для приготовления гарнира или наполнителя к этому супу. Так. Ну что. Сельдерей я отрежу и нашинкую тонкой-тонкой соломочкой. Чтобы он слегка чувствовался. Вот так. Будет достаточно. Дальше. Чеснок. Я очищу один зубчик. Достаточно. Проверю, как там не закипело еще. Так. Замечательно. Отложу. И теперь осталось сварить гречневую лапшу. В принципе, я это сделаю прям на сковородке. Это сделается очень просто. Я кладу гречневую лапшу на сковороду. И заливаю ее водой. Это все очень быстро закипит. Поэтому лапша не успеет слипнуться. Я подсолю слегка ее. Все-таки. Это будет пресно без соли. Так. Ну и все. В принципе, этого достаточно. Чеснок я измельчу. Так вот раздавлю зубок. И мелко-мелко его нарежу. Я даже добавлю немного к шпинату. Шпинат, в принципе, такой достаточно хорошо сочетаемый продукт с чесноком. К кукурузному супу я чеснок добавлять не буду. Он там не нужен. Цедра. Цедра лимона. Буквально для аромата я добавлю в суп. И все. Дождусь, пока закипит. Перемешаю все ингредиенты. Замечательно. Легкая еда. Никакого вреда. Вот и все. Кукуруза закипела. И шпинат закипел. Можно, в принципе, уже и воспользоваться блендером. Вот так вот я прямо возьму кукурузный суп и забью. Прямо в кастрюле. Ничего страшного. Вот так. Все. И оставлю на плите выпариваться. А шпинат перемещу все-таки в емкость. Прямо вот так вот с жидкостью. Сначала шпинат. Вот таким образом. Аккуратненько. Перемещаем шпинат, а потом выливаем бульон. Тут аромат. Шпинат я очень люблю. Он и ароматный, и вкусный, и полезный. И интересно с ним готовить. Все. Тут блендер. Все. Готово. И обратно в сотейник я его помещу. Чтобы перед подачей еще его погреть. Некоторое время. Так. И последняя сковородка. Небольшая. Вот так я заставил всю плиту. Добавлю оливковое масло. Буквально пару капель. Сначала на сковородку отправляется сельдерей. Лопатка. Можно, в принципе, не греть до конца сковородку. Когда сельдерей зашипит, это будет означать, что нагрев достигнут. И можно будет отправлять уже остальные ингредиенты. Это чеснок и сами кальмары, которые я нарезал предварительно. Так. Ну что. Гречневая лапша. Практически готова. Ее нужно слить. Я просто возьму сито. Еда, которая делает нашу жизнь легкой. Вот сельдерей зашипел. Это значит, что можно отправлять к нему и чеснок. Так. Замечательно. Помешиваем. Аромат пошел. Аромат. Ну все. Когда пошел аромат, уже тогда можно добавлять семена фенхеля и кальмары. Все. Как только кальмары схватятся, можно к ним добавить будет белого вина. Но обязательно нужно убедиться в том, что белое вино выпарилось до конца. Вот кальмары схватились. Это значит, что они стали чуть-чуть тверже. Они приобретают форму таких олимпийских колец. Так. И вино. Я добавлю где-то 3 столовые ложки. Этого будет достаточно. И цедру лимона. Ну, конечно же, и соль, и перец. Все. Вино выпаривается очень быстро. Поэтому осталось только проверить на готовность все наши супы. Вот кукуруза. Замечательно. Она практически готова. Попробую на соль. Чуть-чуть надо подсолить. Буквально. Пару щепоток. Так. Перемешали. И суп из шпината. Ну, вот тут надо хорошо посолить. Потому что шпинат, он все-таки любит соль. Замечательно. И перемешали. Все. Вино выпарилось полностью. Можно подавать. Едолайт. Гречневую лапшу мы уже солили. Когда варили, поэтому больше ее досоливать не надо. Я просто добавлю в нее кунжут. Кунжутные семена. Пора подавать суп. Мне понадобится для этого две поварешки. Одна для супа из шпината. А вторая, как вы, наверное, догадались, для супа из кукурузы. Вот таким образом я возьму двумя руками. Два этих замечательных супа. Вот так вот. И одновременно начну наливать в тарелку. Они не пересекутся, а будут как бы делить эту тарелку пополам. Так, вот главное следить, чтобы было одинаковое количество в этих поварешках. Ну, таким вот образом. Такой инь-янь получается. А теперь кальмары. Их я выложу сверху по середине. Такие вот они замечательные. Слегка поджарились. Пропитались вкусом белого вина, семян фенхеля и сельдерей. Это очень вкусно. Вот так вот. По серединке. В принципе, осталось только подать гречневую лапшу. Для этого я возьму вилку. Вот так вот накручу. Прямо в сите, как пасту. И выложу красивым гнездышком в тарелку. Лишняя посуда мне не понадобится. Все. Лапшу можно добавить прямо в суп. Можно есть отдельно в прикуску. В общем, экспериментируйте и ешьте так, как вам нравится. Главное, чтобы еда была вот такой легкой. А легко ешь, легко живешь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!